Сколько пациентов с аутизмом находятся в зале суда? Что? Что насчет адвоката, что только что вас допрашивала? Протестую! Прокурор оскорбляет адвоката предположением, не относящимся к делу, да еще и дискриминирует. Отклонено. Простите? Вы отклонили протест? Раз вопрос прокурора задевает адвоката, я не могу признать его дискриминирующим и не относящимся к делу. Сядьте. Является ли адвокат, что вас допрашивал пациентом с аутизмом? Если есть один с аутизмом, это не значит, что всем нужно лечение. И фраза «пациент с аутизмом» неподходящая, даже когда он ведет себя так в суде. Прокурор, что, по-вашему, вы делаете? А что в этом такого? Я спрашиваю, есть ли у адвоката подсудимого Уйону диагноз «аутизм»? Я не могу сказать о человеке, лишь увидев его. Теперь ответьте четко. Страдает ли адвокат Уйону аутизмом или нет? Страдает. Вы считаете подсудимого психически неполноценным? Да. Потому что страдает аутизмом? Да. Считаете ли вы, что и адвокат психически неполноценным? Протестую. Мы в суде по делу обвиняемого. Почему вы зациклились на адвокате? Торовье адвоката не относится к подсудимому инциденту и суду. Относится. Потому что защита настаивает на смягчении приговора из-за аутизма подсудимого. Если подсудимый психически неполноценен, разве об адвокате нельзя сказать того же? Разве обвинение не знает, что это такое? Расстройство не означает психическую неполноценность. Только если человек не способен различать вещи и принимать решение, считается, что он психически неполноценный. Но аргументы адвоката с аутизмом признаются наравне с другими юристами? Вам не кажется это несправедливым? Я указываю на иронию аргументации адвоката.